Всем привет, с вами Прия. Удосужился я зайти на ПТР, наконец-таки, после каких-либо релогов и различных прочих моментов. Хотелось бы рассмотреть аксессуары на дамагеров ближнего боя, почему бы и нет. Открыл я варо-оружие, можно и любой другой спек открыть, и там разбойник, и хоть кого абсолютно, то есть 5 аксессуаров. Весьма интересных, своеобразных, с каких-то, мне кажется, у вас начнет чуть-чуть полыхать. Они будут зависеть не от вас, а от рандома или от вашего хила. Начнем же. Двигатель искоренения пассивно дается искусность. Осуществляя автоматическую атаку, вы с некоторой вероятностью повысите силу или ловкость, в зависимости от специализации, на 3759 на 12 секунд. И извергнете несколько сфер энергии скверны. При подборе такой сферы, время действия этого эффекта будет продлено на 3 секунды. Понятный, логичный баф, бурст, проковый. Это ясное дело. Но, что самое интересное, вы извернете несколько сфер энергии скверны. 1, 2, 3, 4, 5. Об этом не сказано. Получив прок, вам нужно быстренько просто собрать эти сферы и продлить этот баф. Посмотрим, как эффективно они будут прокать. И посмотрим, сколько их будет прокать при проке. Короче, прок на проке весьма забавно. Далее, угли, пассивно дающие крит. Ваши атаки с большой вероятностью дополнительно нанесут урон от огня. Ваши атаки в ближнем бою с небольшой вероятностью наложат на цель эффект расплавленная броня на 12 секунд, который увеличит получаемый целью урон от углей на 30%. Другие игроки могут получать положительные эффекты от расплавленной брони. Какие положительные эффекты, не сказано. Но, скорее всего, это будет плюс дамаг по цели. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Посмотрим, что будет в реалиях, когда мы получим этот аксессуар. Далее, колыбель страданий. Вот это уже аксессуар, который реально заставит страдать милишников и заставит хилов хилить этих милишников. Аксессуар, дающий скорость, разгоняющий нашу силу или ловкость каждую секунду на 215. Максимум 10 стаков. Давайте включим эпохальную версию, глянем, что у нас в эпохалочке. 285, то есть, ну, неплохо. Эффект суммирается до 10 раз, но если ваш уровень здоровья падает ниже 80%, то эффект теряется. Этот аксессуар весьма похож на талисман хаоса, который падает с аминтистовой крепости. Чуть-чуть. Накоплением вот этих стаков видим мейн статы. На самом деле, ничем более он и не похож. Но вот эта приписка по типу того, что если ваш уровень здоровья падает ниже 80%, то эффект теряется, заставляет задуматься. А может нам надо еще и хилиться, наверное, самим, набрать процент самоисцеления. Кстати, это не помешало бы, используя этот аксессуар. Или там иметь себе личного хила. Весьма забавный и своеобразный выбор, если вы, конечно, захотите играть с этим аксессуаром. Далее, аксессуар, конечно, не отмасштабирован по дамагу, потому что 5 тысяч, 10 тысяч дамага, это вообще смешно. Дается универсальность. Ну, по крайней мере, принцип использования аксессуаров уже навряд ли будут менять. А цифры еще отбалансируют. Надеюсь на это, по крайней мере. Вы создаете в точку своего пребывания бурю глеф, наносящую дамаг противникам поблизости. От тайной магии раз в секунду. Через 8 секунд глефы разлетаются на мелкие осколки, нанося противникам в области поражения еще урон от тайной магии. КД 90 секунд. А у Етринкет, не более тут, без комментариев. Далее, аксессуар, дающий силу. Мейнстат, все-таки. Наносит противнику в пределах досягаемости атаки ближнего боя 351 тысячу урона от темной магии в течение 20 секунд. Сейчас включим. Нормальную версию. 265. Ну, это маленькие цифры, они должны быть отбалансированы, это по-любому. Если под действием этого эффекта противник погибает, то время восстановления этой способности сокращается на 60 секунд. КД у этой способности, как написано, но на самом деле, аксессуара 60 секунд. Можно задуматься и додумать то, что этот аксессуар очень похож на такой талант охотников, как стая воронов. Кто не знает, стая воронов кидается на цель, и если цель умирает при этом дебафе, то стая воронов откатывается. Этот ринкет в точности повторяет механику стаи воронов у охотника. Вот точь в точь. Как-то так. Я не знаю, какие аксессуары вы будете использовать. Мой выбор падает на двигатель с углями, скорее всего. Либо надо будет просто дропнуть настой еще выше экрипа и продолжать играть с настоем. Надеюсь, что его не понерфят и все будет реально хорошо. Ну и часики останутся на прежних местах и будут туда-сюда сыпать песочек. Сверху, снизу. Почему бы и нет. Вот такие вот 5 аксессуаров, которые заставят нас страдать чуть-чуть. Всех вам благ, счастья, здоровья, скорейшего их дропа, когда дождемся 7-2, разумеется. Кто-то этот видос будет смотреть 7-2, кто-то его посмотрит сейчас, за что вам огромное спасибо. Но как-то так сейчас обстоят дела с аксессуарами. Надеюсь, все отмасштабирует в плане дамага на двух последних аксессуарах. И все станет реально классно. До скорого!